Как любит говорить этот товарищ внезапно. Спайсы и сохрани, меня зовут Александр Фарсайт, это Суслик, и сегодня мы проведем выпуск вместе. Так уж случилось, что сегодня мы в основном будем отвечать на ваши вопросы. И для начала твои ответы на твои вопросы. Окей, давай продемонстрируем ответы, я вопрос, то есть я их забыл уже. Первый вопрос звучит так, как ты вообще, что с тобой происходит, в общем, рассказывай. Да нормально все, ничего в моей жизни не происходит, страдаю, как всегда, ахинею, прокрастинирую потихоньку. Ну, в общем, все как обычно, ничего не меняется с года в год. Вот, как-то так. Как обстоят дела с ОСУ, играешь ли ты во что-либо еще? Ну, с ОСУ нормально обстоят дела, сейчас вот развиваю потихонечку свой твич-канал, стримлю чуть ли не каждый день. Сколько подписчиков уже? Сейчас то ли 40, что ли, что-то такое, ну, там пока немного. Ну, все с чего-то начинают. Ну, все-таки, ну, бывает, что по ОСУ, в общем-то, топ-1 по России и стрим, да, идет. Ну, потому что там всего обычно малого стрима, стрима 5-6, может, одно время идет. Ну, бывает, топ-1 попадает. Играла что ли еще? Ну, иногда в арму играю третью, ну, это так. Сейчас уже потихонечку, ну, все меньше и меньше, потому что это настолько надоедает. Дота, КС, все вот эти вот игры потихонечку уже на второй план перехода, я в них почти не захожу, они надоедают. Ну, в общем-то, может делать вывод, что почти не вошло, я больше не играю. А теперь вопрос максимально маргинальный и близкий ко всякому, будем откровенными, дерьму. Не в смысле вопрос дерьмо, а в смысле такая среда дерьмо. Да. Потому что среда касается русского рэпа, да. И, значит, вопрос такой, ты участвуешь в Слово или ходишь просто со мной? Может быть, расскажешь про свои планы? Просто хожу и, ну, я как-то планировал как-то раз участвовать, но я, можно сказать, поклялся, что если интега возьмет первый сезон, то я не буду участвовать в этой хуйне. Но так и произошло, поэтому я просто хожу, когда-то я что-то даже там делал, вообще нихуя не делаю. Да, Сузлик был дизайнером Слово Москва, то есть он делал афиши, но, во-первых, ему не заплатили, во-вторых, ему сказали в какой-то момент, ой, да ладно, тебе не надо, у тебя что-то дерьмо вообще. Да и вообще, на самом деле, было не очень, потому что я не владел нужным софтом толком, сейчас уже владею, сейчас я активно занимаюсь, ну, например, дизайном баннеров для Твича, оверлея для Твича, всякая херня, может, для профилей ООС, да и не только, на самом деле. Можете, ну, кому надо связаться со мной в ВКонтакте, спокойно, я почти что угодно, какие-то там, ну, такие графические наработки могу сделать без проблем вообще. Вот, вы знаете, к кому обращаться. А теперь, пожалуй, вопросы ко мне. И первый вопрос ко мне был, смотрю ли я аниме? Ну, тут нужно сказать, что аниме я смотрел, было время, но смотрел в очень пограниченном количестве, то есть я смотрел фильмы Хаяо Мияцаки, фильмы Макото Синкай и Дисциплина Академии. Мы сделаем это черно-белым и типа без музыки. Ну, да, да, да. То есть можно сказать, что я смотрел только хорошее аниме, ну, за исключением, пожалуй, последнего, что я назвал, но это так, ошибки молодости, мне просто хотелось познакомиться с большинством жанров. Я, кстати, так и не дошел до Юоя, возможно, я что-то потерял, но мне кажется, что ничего. Потому что людям нормальным это неинтересно. И сейчас я аниме практически не смотрю, только если там в какой-то компании включается какая-нибудь запись, какое-нибудь аниме, то почему бы и нет. Но, в принципе, я не люблю. И вот Наруто, Блич, все эти многосерийники, от которых в какой-то момент почему-то все тащились, это я никогда не любил. Да, это с тех пор есть такие едно-серийники. Да, есть те, кто до сих пор, по-моему, по четвергам или что-то в этом роде ждут. Мне кажется, что он уже стал Хокаги и все равно закончится. А может, и не, кстати, я не аниме. А ты смотришь аниме? Да, я смотрю аниме. Ну, нерегулярно так прям. Если что-то вот интересное увидел, например. Ну, например, что можешь посоветовать? Ну, последнее, что я смотрел, это No Game No Life. У меня сейчас как раз на планшете наклейка с логотипом этого тайга. Ну, довольно-таки интересная, в общем-то, штука. Ну, всем советую, да. Хотя достаточно короткая, в общем-то, но имеет такой сюжетик неплохой. Даже, на самом деле... А сколько серий? Помню, 12. Очень немного. Рануко написано там на 5 сезонов вперед еще, но что-то не торопится, ничего делать. Ну, потому что реально классный вот этот No Game No Life. То есть сюжет даже не на уровне аниме. Это что-то, конечно, хорошее. А я вот люблю больше такие односерийные, то есть просто, так сказать, полный метр в жанре аниме. Вторым вопросом было, читаю ли я мангу и комиксы. Ну, тут однозначно ответ нет, потому что я за всю свою жизнь не прочел ни одной манги, ни одного комикса. Потому что мне всегда казалось, что если я хочу видеть картинки, я смотрю фильмы и играю в компьютер. А если я хочу почитать, я читаю книгу и сам себе визуализирую все. А комиксы для меня всегда были жанром, ну, не то чтобы второго сорта, но тем, на что я мало обращаю внимания, мне никогда не была особенно интересна тема комиксов. Не знаю, как тебе. Не, я никакие комиксы никогда не смотрел. Ну, то есть, естественно, если где-то в интернете какой-то цианит и счастье, как-то подобная хель, ради бога, а там, не знаю, выписывает человека-паука или какой-то еще... Вот эти графические рома... Да, 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 это не то. То и манга тоже не то. Лучше. Если сюжет какой-то хочется, что-то такое японское, то лучше читать Ронабе. Ронабе это, грубо говоря, тупо сценарий. Да, да, да. Там ничего нет там в тексте. Это такой синапсис, синапсис будущего сериала, ну, или уже снятого, зависит от того, когда ты его прочитал. Да. Ну, и, собственно, третьим вопросом был следующий. Следующий. Каких людей я считаю своими идеалами, на кого стремлюсь быть похожим, или как-то так. Могу сказать, что петь я хочу, как Александр Градский, убивать я хочу, как Ариэль Шарон, и снимать фильмы, как, пожалуй, Квентин Тарантино. Не, на самом деле... На самом деле, вот если рассматривать все сферы, если серьезно, то в каждой сфере есть человек, которого ты считаешь лучшим. Именно он тот, на которого ты бы хотел быть похожим, если бы ты занимался чем-то в этой сфере. Вот, допустим, в сфере кинематографа какой-то реальный Квентин Тарантино. Потому что, ну, это шикарно, это самобытно. Ну, еще Нил Блонгом так подтягивается со своим районом номер 9. Майкл Бэй. Майкл Бэй. Майкл Бэй, конечно. Если бы я хотел разбогатеть, я бы хотел в киноиндустрии быть Майкл Бэем. Ну, в общем, в каждой сфере могут найтись какие-то идеалы, но нет такого, что я бы хотел кого-то скопировать, скопировать чей-то путь, пройти его так же, как прошел бы этот человек. Нет. Это уже, я считаю, неправильно. Нужно идти своей дорогой. Верной дорогой идем, товарищи. Вот под Ленина я бы подкосил. Вот это классно. Ладно, на сегодня это были ответы на все вопросы, которые у нас сейчас остались. Продолжаем эту нашу видеопирамиду. Вы помните, в прошлом выпуске было такое предложение. Так что до следующего выпуска. Меня зовут Александр Фарсайт. Это Суслик. Спайс из-подок.